Девушки отдыхают Так точно нет, капитан-дедушка Джордж, поднять флаг Пеппа, звони Брэндо Слушаюсь, капитан Бабушка, за штурвал Так точно, капитан Полный вперед Полный вперед Может, нам плыть помедленнее, дедушка? Ты права, бабушка, надо помедленнее Иначе у нас кончится топливо Дедушка, мне нравится плыть быстро Не волнуйся, папа, мы еще покатаемся быстро Эй, там еще один корабль Это дедушка-пес Он тоже катает щенка Дэнни по реке Эй, на корабле, дедушка-пес Приветствую тебя, дедушка-свин Привет, Дэнни Привет, Пеппа Дедушка-пес лучший друг дедушки-свина Странно, что твой корабль Еще плавает, дедушка-пес Ему столько же лет, сколько и тебе Мой старый корабль Побыстрее твоего ржавого корыта Дедушка-свин Ах так, старый морской пес На перегонки? Тебя ждет позор, морской свин Ладно, я придумала себе очень хороший велосипед Мамчится велосипед Тру-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Почему ты так странно идешь? А я не идусь, Юзи А где твой велосипед? Здесь! Это велосипед-понарушку У него сверкающие колеса И он раскрашен всеми цветами радуги О, я тоже хочу велосипед-понарушку Конечно! Какой ты только захочешь Так, мой велосипед-понарушку Розовый и пушистый Ого! А вот и герсик Дэнни Привет! Привет, Дэнни! Хотите поиграть в мяч? У тебя есть мяч? Нет Не важно Можно поиграть в мяч-понарушку Лови, Дэнни! Надо посильнее ударить по нему ногой Опа! О! Всем привет! Это крольчиха Ребекка Привет, Ребекка! Нет Я дам подсказку Я овощ Дай подсказку получше Спросите, я морковка? Ты морковка? Да Ура! Джордж тоже пришел поиграть Джордж! Притворись кем-то еще А мы угадаем, кто ты Динозавр! Это слишком просто, Джордж Девушки отдыхают Пеппа, Джордж Хватит на сегодня Пора идти в детский сад Ну, папа Мы только начали кататься Можно мы поедем в садик на самокатах, папа? Отличная идея Это нам не помешает Ура! На старт, внимание, марш! Подождите меня До свидания, мама-свинка До свидания Пеппа и Джордж едут на самокатах В детский садик Не так быстро! Давай, папа! Я вас не догоню! Подождите меня! Пеппа и Джордж Приехали в садик Пока, папа! Пока! Пока! Теперь придется идти домой пешком Мне нужны колеса Минуточку Они же у меня есть У-у-у-у! Хе-хе-хе-хе! Это здорово! Папа-свинк любит кататься Папа-свинк Ты едешь на самокате Пеппе? Да Гадаться это здорово Попробуй как-нибудь Пеппа и Джордж Рисуют в детском саду Мадам Газель Мы сегодня приехали В садик на самокатах Добро пожаловать в наш замок. Охрану машин не предоставляем. Что это значит, папа? Ничего, Пеппа. Так всегда говорят на парковках. Прошу вас пройти в замок, где вас встретит рыцарь в доспехах. Привет! Это мистер Кролик, переодетый в рыцарские доспехи. Осмотр замка мы начнем здесь, у Пушки. В стародавние времена Пушка стреляла этими тяжелыми ядрами прямо в небо. Папа, он что, сейчас выстрелит из пушки? Нет, это же глупо. Так, выстрелим из пушки. Пять, четыре, три, два, один, огонь! Чуть не попали в нашу машину. Мы предупреждали, что охрану машин не предоставляем. Продолжаем осмотр. Мы увидим все чудеса этого замка и побываем на средневековом Перу. Ух ты и надо же! На средневековом Перу. Это восхитительно. И встретимся с драконом. Грррррррр. Это королевский тронный зал, где сидели король и королева. О-о-о! Кто хочет попробовать? Джордж будет королем, а я властной королевой. Сделай то, сделай это. Ваше Величество, можно продолжать осмотр? Да, можно. Мы пройдем по тайному туннелю. Но сначала этот туннель надо найти. В начале тайных туннелей есть тайная кнопка, которая их открывает. Вряд ли это та красная кнопка, Джордж. Это слишком очевидно. Да, у нас все просто. Как интересно! Поиграем в прятки. Хорошо. Раз, два... Пока Пепа считает, всем надо спрятаться. Шесть, семь, Восемь, девять, десять! Кто не спрятался, я не виновата! Я тебя нашла, Джеральд! И меня ты не нашла! Меня ты не нашла! Меня всегда находят, потому что я высокий Быть высоким совсем не весело Мне приходится наклоняться, чтобы с вами поговорить Я наклоняюсь, чтобы поговорить с Джорджем Эй, Джордж, скажи, как тебе быть маленьким? Поиграем в мяч! Да! Может, я потом поиграю? Жираф Джеральд не хочет играть, потому что ему грустно Лови, Дэнни! Лови, Педро! Лови, Пеппа! Ой! Мяч застрял на дереве Я его не достану! Дайте я попробую! Нет, слишком высоко! Что же делать? Срубим дерево! Нет! Даже моим хоботом не достать! Ах! Нет, не могу! Если у Шамили не может достать его хоботом, нам никогда не вернуть наш мяч Что же нам делать? Срубим дерево! Нет! Нам нужен кто-то высокий, чтобы достать наш мяч! Джеральд! Что? Ты достанешь мяч, потому что ты высокий! Попробую! Ура! Жираф Джеральд достал мяч! Хе-хе-хе! О! Я вижу кое-что еще! На дереве застрял зверек! Это кошка? Нет, я здесь! Это черепаха Тиддлс! Я ведь уже чинил вашу крышу, мадам Газель! Да, мистер Бык, но она все равно капает! Кап-кап! Ну, наверное, треснула черепица! Может быть, вот эта? Больше не капает? Нет, капает еще сильнее! Может быть, эти черепицы треснули? Так лучше? Нет, стало еще хуже! Хм, у вас тут большая дыра! Чтобы ее заватать, надо много денег! О, нет! Где же нам взять денег, чтобы снова починить крышу нашего сада? Мой папа прыгал с парашютом ради благотворительности! Он спустился вниз и заработал много денег! Ура! Отличная идея, Педро! Поднимите руки, чьи мама или папа смогут прыгнуть с парашютом! Мои, 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 мои тоже! Нужен только один! Пеппа и Джордж вернулись домой! Мама, в детском саду опять протекает крыша! Неужели, дорогая? Да! Мадам Газель говорит, что на починку нужно много денег! Да, это правда! Она просит кого-нибудь из папы Лима выпрыгнуть из самолета! Надеюсь, ты не сказал, что папа это сделает, Пеппа! Ты знаешь, он боится высоты! Но ты же не боишься, мамочка! Я высоты не боюсь! Хорошо! О, большое спасибо, мама-свинка, что согласились выпрыгнуть из самолета! Что? Но я никогда этого не делала! Все будет хорошо! Помните, это ради детей! О, в таком случае я согласна! Ура, баби, свиньи! Привет, привет, Пеппа! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам! Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Э-э-э, нет! Мне от этого слегка не по себе! Давайте лучше представим, что сейчас ночь! Но сейчас светит солнышко! А вы представьте, что солнце – это луна! Хорошо! Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да! Вы будете моими напарниками! Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями! Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет! Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас дикий запад! А что это? Дикий запад – это территория, которую населяют одни ковбои! А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы! Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью! Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите, я спою песню ковбоя! А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да! Я сам ее сочинил! И вот как она звучит! Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет! Про бобы, про стручки и про жизнь мою! Про бобы, про стручки и про жизнь мою! Мне что-то не хочется! Джордж еще маленький, я не пущу его одного! О-о-о! Ну что ж! Скорее бы отмучиться! О! У нас это быстро! Кажется, Джордж передумал! Милый Джордж! Иди к маме! Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин! Кажется, остановились! Как хорошо, что все уже закончилось! Дети, выходим! Правда, было очень весело, папа! Ага! Я бы сказал, еще как! Мама, что это такое? Обойди вокруг и просунь голову в это отверстие! Какая я теперь? Ха-ха-ха! Тюзи! Ты у нас помидорка! Ух ты! А я морковка! О, да! А я маленькая тыковка! Ха-ха-ха! Добро пожаловать в парк динозавров! О-о-о! О-о-о! Поздоровайтесь с нашими доисторическими друзьями! Только не нужно бояться! Они же не настоящие! Именно так они выглядели, когда очень-очень давно были соседями на нашей планете! Ерунда! Что? Трицератопсы жили в меловом периоде, а стегозавры в юрском! И поэтому они никак не могли быть соседями! А откуда ты это знаешь? Я очень умный слоненок! Ма-а-а! Дети! Кто хочет покататься на динозавре? Мы! Мы! О! А зачем в картофельном городе живут динозавры? Э-э-э... Ну, потому что динозавры ели картошку? Нет! Даже самые маленькие обожают динозавров! Динозавры! Динозавры! Здорово! Динозавры! Динозавры! Грррр! Джордж любит играть с мистером динозавром в ванне! Ха-ха-ха! 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 Вечером Джордж всегда берет мистера динозавра с собой в постель! Динозавр! Гррр! Джордж! Мистер динозавр сломался! Ой! У динозавра больше нет хвоста! А-а-а-а! Бедный Джордж! Мистер динозавр был у тебя очень долго! Удивляюсь, что он выдержал так долго! Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да! Завтра мы пойдем в магазин мистера Лиса! Это магазин мистера Лиса! В магазине мистера Лиса продается все! Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж! Динозавр! Джордж не хочет нового динозавра! Смотри, Джордж! Большой динозавр! А-а-а! Динозавр! Ха-ха-ха! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины! Конечно! Хороший выбор! Это Дино-рык! Он рычит, ходит и поет песенку динозавра! Дино-рык! Дино-рык! Слушай, Дино-рык! Ры-ы-ы! Ух ты! Дино-рык! Мы берем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Джордж играет с Дино-рыком в саду! Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж! У него подвижные детали, и он может сломаться! Джордж не может играть с Дино-рыком в саду! Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной! Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать! Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне! Дедушкин поезд пахтит чух-чух! Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! Дедушкин поезд пахтит чух-чух! Целый день! Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде! Доброе утро, дедушка Свинс! Вы снова на своем игрушечном поезде? Гертруда не игрушка! Это миниатюрный локомотив! О, это мило! Пока! Едем быстрее, дедушка Свинс! Не могу! Гертруда быстрее ездить не может! Большой поезд едет очень быстро! Ну вот, большой поезд сломался! Что случилось? Нам нужно на работу! Здравствуйте, мисс Кролик! У вас проблемы с поездом? Хо-хо-хо-хо! Это не смешно, дедушка Свин! Всем моим пассажирам нужно на работу! Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда! Хорошая идея! Вылезайте! Что? Я беру взаймы ваш поезд! Пересадка! А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд! Отлично! Я люблю все чинить! Как весело! Ехать на игрушечном поезде! Гертруда не игрушка! Это миниатюрный локомотив! Конечно! Всем на игрушечный поезд! А он не может ехать быстрее! Нет! Гертруда – медленный поезд! Миссис Корова ждет поезда на следующей станции! О! Что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет! Это игрушечный поезд! Гертруда – не игрушечный поезд! Это миниатюрный локомотив! Сегодня к нам придет особенный гость, который будет учить вас играть в баскетбол! О! Здравствуйте! Папа! Разве уже пора идти по домам? К нам сегодня должен прийти какой-то особенный тренер! Это же я! Я есть тренер! Баскетбольный наставник называется тренером! О! Молодец, папочка! Папа, называй меня тренером! Хорошо, папа – тренер! Кто-нибудь из вас умеет играть в баскетбол? Нет! Это же прекрасно! Нужно уметь бегать, передавать мяч и забрасывать его в кольцо! Да! Осторожненько! Ой! Это не так просто, как кажется! Чтобы играть в баскетбол, нужно много тренироваться и быть подтянутым! Папа-тренер, а вы подтянуты? Да! Я просто супер подтянут! Но, папа-тренер, у тебя же огромный живот! Это не живот, а комок мышц! Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда, вот сюда! Да это же просто! Нет, Дэнни! Ногами бить нельзя! Это тебе не футбол! Щенок Дэнни любит футбол! В баскетболе броски осуществляют передними лапами! Смотрите! Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно! Достаточно, Сюзи! А теперь попробует каждый! Все дети учатся вести баскетбольный мяч! Теперь мы будем учиться перехватывать мяч! А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока! Смотрите! Постарайся отнять у меня мяч, Джордж! Джордж освоил этот спортивный прием! Чудесный день! Можно ничего не делать! Папа-свин обожает ничего не делать! Что может быть лучше? Знаю! Чашечка чая! Дедушка-свин приехал навестить Пепу и Джорджа! Дедушка-свин! Свин! Деда-свин! Здравствуйте, Пепа и Джордж! Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик! У-у-у! Садик для Джорджа и для меня! Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами! Хе-хе-хе! Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена! Вот так! Дедушка-свин копает землю для цветника Пепы и Джорджа! О-у-у! Смотри, папочка! Хе-хе-хе! У Пепы так много цветочных семян! А у Джорджа только одно семечко! О-у! Ну, зато какое большое! Хе-хе-хе! Ты не мог бы принести нам водички, папа-свин? Хм, конечно! Без воды семена не смогут расти! Они очень любят пить! На грядку прилетели любопытные птички! Не разрешай птицам клевать семена, Пепа! Кыш! Фу! Летите прочь, птички! Вот водичка! Папа распугал всех птичек! Хо-хо! Папа-свин так похож на пугало! Хе-хе-хе! Пепа! Джордж! Пора купаться! Ты упаковал все вещи по списку! И даже больше! Подушки, игрушки, свечи, мелодии йогов и еды на целых три дня! Без паники! Без паники! Есть здесь кто? У нас снова появится кролик! Привет, сестрица! Зачем ты приехала в больницу? У меня сейчас появится малыш, ясно? О, да! Тогда тебе лучше пройти к врачу! Тогда и я пойду! Му-у-у! Сначала правильно припаркуйте машину! Не волнуйтесь, это надолго! За пять минут только кролики появляются на свет! Не толпитесь, дайте пройти! Иначе малыш родится прямо здесь! Так, дюжина полотенец и чайник! Все это понадобится в ближайшие несколько дней! О, ну куда же все это девать, мама? Неси обратно! Сейчас они мне не понадобятся! Что? Папа, ты пропустил самый захватывающий момент! Правда? У меня сын или дочка? Двойня! У нас родились близнецы! Надо же! На следующий день маму-крольщиху отпустили из больницы домой! Привет! Можно нам посмотреть на близнецов? Ну, конечно же, Пеппа! Мау! Мау! Это мальчики или девочки? Это двойня мальчик и девочка! И зовут их Рози и Робби! Значит, вам пригодились оба имени! Да! Рози-кролик и Робби-кролик! Самые прекрасные имена на свете! И придумали их мы! Вот это твоя часть! А вот это моя! Понятно? Не заходи за эту невидимую линию! Почта! Здравствуйте, мистер Зебра! Здравствуйте, папа-свин! У меня для вас письма и телеграммы! А нет ли у вас чего-нибудь для нас, Джорджем? Ммм, боюсь, что нет! Здесь все только для мамы и для меня! Оу! Тут еще посылка осталась! Вероятно, мне прислали сухую цементную смесь! Смотрите, сколько на нем разных марок! Эта посылка до вас долго летела! Ладно! Прощайте! До свидания! О, здесь написано отдать лично Пеппи и Джорджу! Ух ты! Представляешь, мама, нам с Джорджем пришла посылка! О, здесь и письмо есть! Дорогие Пеппи и Джордж, высылаю вам подарок один на двоих! С любовью, ваша тетушка Дотти! Тетушка Дотти живет далеко отсюда, в другой стране! О, а что там за подарок? Это, кажется, колеса! Машина! Это не машина, Джордж! У нее есть ножки! Это столик! Хи-хи-хи-хи! А еще у нее хвостик! О, у столиков не бывает хвостов! Тут еще и ручка какая-то! Что же это может быть? Там еще что-то есть! Это же игрушечная лошадь! Я назову ее... Сверкай копытцем! Лошадка! Сверкай копытцем! Лошадка! Сверкай копытцем! Лошадка! Учтите, дети! Тетушка Дотти прислала подарок вам обоим! Нужно уметь делиться! Порой это очень забавно! Можно я первая поиграю со сверкай копытцем? Пусть первым поиграет Джордж! Он все-таки младше! Хи-хи-хи! Лошадка! Лошадка! Хи-хи-хи! Джорджу нравится играть с лошадкой! Джордж! Ее зовут Сверкай копытцем! Не путай! Теперь очередь Пеппе! Папа-свин читает Пеппе и Джорджу сказку на ночь! Итак, принц, принцесса, попугайчик и лягушка жили долго и счастливо! Конец! Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа! Спокойной ночи, мои поросятки! Джордж не спит! Динозавр! Джордж! Какой непослушный! Засыпай давай! Джордж не хочет спать! Джордж! Ночь для сна, а не для игр! Иди-ка спать! Шшш! Я расскажу тебе сказку на ночь! Жил-был маленький поросенок! Его звали поросенок Джорджи! И он отправился на поиски счастья! Скоро он пришел к лесу! Тебе нравится сказка, Джордж? Медвежонок Джорджи был очень голоден! И он съел всю кашу! Медвежонок Джорджи был очень голоден! И когда он все съел, пришел медвежонок! И сказал, ой, ты съел мою волшебную кашу! Джорджи сказал, да! Медвежонок сказал, это была волшебная каша! Она сделает тебя очень большим! И поросенок Джорджи начал расти! Он рос, рос и рос! И стал выше всех деревьев в лесу! Настоящие динозавры вымерли 65 миллионов лет назад! Эдмонд много знает о динозаврах! Он умный слоненок! Но наши динозавры лучше настоящих! У нас поющие динозавры! Мы динозавры, динозавр, динозавр! Мы динозавры, послушайте наш рёд! Они маленькие! Да! Разве динозавры не должны быть большими? Да! У нас есть большой динозавр! Очень большой! Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста! Это его следы! Мы просто пойдем по ним! Следы совсем как настоящие! Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка-кролик? Уверен, папа-свин! Идите по валунам! По мосту! Через пещеру! Ой, следы закончились! Смотрите! Тут зелёные ступени! Это большая горка! Ух ты! Это большой динозавр! Да! Это моя огромная, гигантская горка-динозавр! О-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Вот это динозавр! Это бронтозавр! Кх-кх-кх! Вообще-то он называется апатозавр! А ты очень умный, да? Да! Мне не нравятся дождливые дни! А я люблю дождь! Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать! А может мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придётся подождать, пока не закончится дождик! А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды! Говорит гидрометеоцентр! Дождик будет лить весь день! А давайте поиграем в игру пасмурной погоды! А разве в неё играют дети? Я вам покажу! Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы её найти? Папа, если место видное, значит и уточку мы увидим! Проверим! Я положу уточку вот сюда! Так! И вы мне скажете, где она? Здесь! Молодец! И это слишком просто, папа! Я бы не стал так говорить, Пеппа! Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнёт! Хорошо, ждите меня здесь! Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается её найти! Я спрятал её у вас в детской! Джордж начинает искать уточку для купания! Но найти её оказывается не так просто! Джордж! Джордж, ты её видишь! Посмотри очень внимательно! Джордж смотрит очень внимательно, он хочет найти уточку! Теплее? Теплее? Хорошо! Холодно! Опять тепло! Джордж нашёл резиновую уточку! Ура! Ура! Я её сразу заметила! Ерунда какая-то, а не игра! Хорошо, Пеппа водит! Только на этот раз прятать буду я! Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно её нашла! Принесите сюда своих любимцев, лучший получит приз! Я принесу свою золотую рыбку! А я своего палочника! Я принесу геккона! А я обезьянку! У-у-у! Это не настоящее животное! Это кукла! Это не кукла! Это обезьянка! У-у-у-у-у! Ты ей нравишься, Дэнни! Зоуи может принести обезьянку, если хочет! Пора домой, дети! И не забудьте завтра взять своих питомцев! Вечер накануне конкурса домашних любимцев! Пеппа и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди! Ешь, Голди! Завтра у тебя трудный день! Я протру твой аквариум! Красота! Педро разговаривает со своим палочником! Это насекомое, похожее на палочку! Завтра ты поедешь со мной в детский сад! Там будут выбирать лучшего любимца! И это будешь ты! Слоненок Эдмонт разговаривает со своим гекконом! Посмотри на меня! А теперь ты! Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой! Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? Завтра веди себя хорошо! Не будь шелунишкой! Настал день конкурса домашних любимцев! Мадам Газель! А кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк! Здравствуйте все! Здравствуйте! Ой, какие у вас чудные любимцы! Очень веселая рыбка! А как ее зовут? Это Голди! Вы с ней уже встречались! Ее аквариум весь блестит! А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так! Лимонад! Мой любимый! Ммм, чудесно! Прошу, садитесь! Есть хотите? Я всегда голоден! Ничего, мы приготовим обед! Мистер Кенгуру собирается готовить обед на жаровне! Кому кукурузный початок? Мям-мям! Надо делать это и у нас дома! Постойте! Это и есть наш дом! Идем, Кайли! Мы будем играть в саду! Мы можем играть в мою любимую игру! Мы будем прыгать по грязным лужам! Я тоже люблю прыгать! Сначала нам нужно найти лужу! Ой, здесь нет грязных луж! Земля сухая для грязных луж! Вот бы дождь пошел! Надеюсь, что дождя не будет! А мы любим дождь! Дома мы его редко видим! Если хотите вызвать дождь в нашей стране, устройте барбекю! Мы все равно можем прыгать! Джордж прыгает хорошо! Но я прыгаю лучше всех! Посмотри! Вот как надо делать! Попробуйте, Кайли! Ладно! Кенгуру прыгают очень высоко! Ух ты! А это кролик Ребекка! Здравствуй, Ребекка! Это моя подруга Кайли! Здравствуй, Кайли! Вы играете? Мы прыгаем! Кролики прыгают лучше всех! Посмотрите! Молодец, Ребекка! Но ты прыгаешь не так хорошо, как моя подруга Кайли! Давай, покажи свой прыжок! Я не хочу хвастаться! Давай! Ладно! Очень высоко! Продолжение следует! Продолжение следует! Субтитры подогнал «Симон»